22 мая мы приступили к работам. Кратко расскажу о технологии исследований. Ледокол приходит в точку с заданными координатами, и два летных отряда на вертолетах Ми-8 и К-32 начинают расстановку 15 сейсмоприемников, прямо на лед, через каждые 5 километров. Потом они возвращаются назад и загружаются взрывчаткой. Первая точка взрыва расположена в 170 километрах от судна. Там подрывается самый мощный заряд в одну тонну. Взрывная волна отражается от разных слоев океанического дна, и эти сигналы фиксируются сейсмоприемниками. А на последнем этапе работы уже собираются сейсмоприемники, и параллельно проводится еще одно измерение методом отраженных волн. Подрывается несколько капсулей в открытой воде, и сигнал измеряется уже дополнительным оборудованием. Проведение работы усложнялось тем, что лед постоянно дрейфует. А с ним дрейфуют и сейсмоприемники. Так вот, чтобы все замеры как можно меньше отклонились от намеченных координат, работы надо было проводить очень оперативно, без перерыва. А весь цикл занимает около 20-25 часов. В условиях Арктики, где воздух более разряженный, чем в средних широтах, усталость наступает довольно быстро. И сутки таких исследований выжимают человека как лимон. Погода в этот раз отказалась нам помогать. Если в 2005 году мы всегда видели на небе солнце, то теперь же нас почти всегда окутывал туман. Летать было очень сложно. Океан хоть и покрыт льдом, но и там встречаются айсберги, этакие огромные ледяные замки. Зачастую пилотам приходилось поднимать вертокрылые машины выше облаков, чтобы спокойно добраться до нужного места. Пилотам отдельное спасибо. И это профессионалы своего дела. Им приходилось совершать более 60 взлетов и посадок в течение одной расстановки. И это в условиях, когда под шасти видно просто белое полотнище. И непонятно, то ли это туман, то ли ровный лед, то ли рыхлый снег и торосы. Без солнца-то теней никаких нет. Сейсмоприемник устанавливается прямо на лед в точке с заданными координатами. К нему подключается станция, записывающая сигналы, а к станции – обыкновенный автомобильный аккумулятор. Чтобы быстро найти эту точку, здесь же ставится красный флажок. И таких 15 точек. Как я уже говорил, отряды работали на двух вертолетах – Ми-8Т и Ка-32. Ка-32 – уникальный вертолет. Был разработан специально для морской авиации. Обратите внимание, у него нет заднего винта, зато два основных. Такая конструкция наделяет его особой маневренностью. При взлете и посадке он может не обращать внимания на то, с какой стороны дует ветер, чему не может быть равнодушен Ми-8Т. В России таких вертолетов осталось очень мало, и этот пригнали для экспедиции из Владивостока. По грузоподъемности он не вступает Ми-8, но при этом компактнее и тесноват. После загрузки взрывчатки мы уже там с трудом размещались. Субтитры создавал DimaTorzok Первый перелет на 170 километров. Мешки с гранулутолом выгружаются рядом с промойной, а потом вертолет подберет себе площадку в 200 метрах, где с помощью мотобуры будет проверена толщина льда. При полутораметровой толщине можно будет заглушить винты. Субтитры создавал DimaTorzok Без солнца Арктика выглядит очень негостеприимной, порой даже зловещей. Ледяные торосы напоминают полуразрушенные мертвые города. Что особенно поражает, абсолютная тишина. Мы в жизни, пожалуй, нигде с таким отсутствием звука не сталкиваемся. В поле трава шуршит, в лесу листья, а здесь ни звука. Разве что при ветре плеск воды услышишь. Вот так вот готовится посылка морскому царю. Заряд в разных пунктах взрыва разный. Чем ближе к судну, тем он меньше. На самой дальней точке в посылке одна тонна взрывчатки. Трос не позволяет опуститься ей на глубину более 100 метров. Вертолет перед взрывом обязательно взлетает. Вертолет перед взрывом Не всегда выброс бывает таким большим. Иногда взрывчатку затягивает под лед, и тогда на поверхности виден только бульк. Но ноги взрыв чувствуют всегда. Такое ощущение, что снизу по льдине ударяет гигантской кувалдой. Льдина часто трескается, однако не разваливается. Вертолет перед взрывом Вертолет перед взрывом Подлогой Полезо Дальний П OP Субтитры создавал DimaTorzok